Management Information Base – виртуальная база данных, используемая для управления объектами в сети связи. Наиболее часто это понятие связывают с Simple Network Management Protocol, но также оно используется в более широком смысле, в контексте модели управления сетей OSI-ISU. Хотя термин MIB предназначен для обозначения всей доступной информации об объекте, он также часто используется для обозначения конкретного подмножества, которое правильнее называть MIB-модулем. Объекты в MIB, согласно RFC 2578, определяются с помощью подмножества Structure of Management Information Version 2 стандарта ESN. 1. Программное обеспечение, выполняющее разбор, называется MIB-компилятором. База данных имеет иерархическую структуру. К записям можно обратиться через идентификаторы объектов. Базы MIB обсуждаются в документациях RFC, в частности в RFC 1155 и сопутствующих ему RFC 1213 и RFC 1157. Абстракт синтакс Нотейшн Ван. В области телекоммуникации и компьютерных сетей Абстракт синтакс Нотейшн Ван – это язык для описания абстрактного синтаксиса данных, используемый OSI. Стандарт с описи, описывающий структуры данных для представления, кодирования, передачи и декодирования данных. Он обеспечивает набор формальных правил для описания структуры объектов, которые не зависят от конкретной машины. ESN-1 является IASO и ITUT совместимым стандартом. Первоначально был определен в 1984 году в рамках CCITTX-409-1984. Из-за широкого применения ESN-1 в 1988 году перешел свой собственный стандарт X-208. Начиная с 1995 года, существенно пересмотренный ESN-1 описывается стандартом X-680. Адаптированное под множество SMA указано в SNMP для определения множества связанных объектов MIB. Такие множества называются модулями MIB. В России ESN-1 стандартизирован по ГОСТ-РСУ МЭК-8824-1-2001 и ГОСТ-РСУ МЭК-8825-93 и иерархия MIB. Иерархия MIB можно представить в виде дерева с безымянным корнем уровня назначается различными организациями. ОАДИА высшего уровня принадлежат организациям по стандартизации, в то время как идентификаторы нижнего уровня выделены связанным организациям. Эта модель организовывает управление на всех уровнях эталонной модели OSI с расширением в такие приложения, как базы данных, электронная почта и эталонная модель Java. Поскольку базы MIB могут быть определены для всех операций информации в таких заданных областях, управляемый объект является одной из конкретных характеристик управляемого устройства. Управляемые объекты состоят из одного или более экземпляра объекта, которые по существу являются переменными. Есть два типа управляемых объектов. Скалярные объекты определяют один экземпляр объекта. Табличные объекты определяют несколько связанных экземпляров объектов, сгруппированных в таблице MIB. Примером управляемого объекта является один подскалярный объект, содержащий один экземпляр объекта. Идентификатор объекта однозначно определяет управляемый объект в иерархии MIB с NEMF1 и SMI специфичные типы данных. Первая версия SMI определяет использование нескольких специфичных для SMI типов данных, которые разделены на две категории. Простые типы данных. Типы данных Аппликейшн УАИД Простые типы данных в СНЕМФ1 и SMI определены три простых типа данных. Целочисленный тип данных. Целое число со знакомым в диапазоне от минус 2 крышечка 31 до 2 крышечка от 31 до 1. Строки актетов упорядоченной последовательности, содержащие от 0 до 65 535 актетов. ОАИД А поступает из множества всех выделенных идентификаторов объектов согласно правилам, указанным в СНЕМФ1 и SMI. Существуют следующие типы данных Аппликейшн УАИД. Сетевые адреса представляют собой адреса из определенного семейства протоколов. СНЕМФ1 поддерживает только 32-битные адреса. Счетчики неотрицательные целые числа, увеличивающиеся до тех пор, пока не достигнут максимального значения, после чего сбрасываются до нуля. СНЕМФ1 задает 32 бита в качестве размера счетчика. Датчики неотрицательные целые числа, которые могут уменьшаться или увеличиваться между определенными значениями максимума и минимума. Всякий раз, когда системное свойство, представленное датчиком, выходит за эти пределы, значение самого датчика будет меняться в установленных пределах, как указано в RFC 2578. Отметка времени представляет прошедшее с какого-то события время, измеряемое в сотых долях секунды. АПАКВЕС – произвольная кодировка, используемая для передачи произвольных строк информации, которые не удовлетворяют строгой типизации данных в СМИ. Целочисленные представляют информацию в виде целых чисел со знаком. Этот тип данных переопределяет целочисленный тип данных, который имел произвольную точность в СН. 1, но ограниченная точность в СМИ. Беззнаковая и целочисленная информация в виде беззнаковых целых чисел полезна, если все значения всегда не отрицательны. Этот тип данных переопределяет целочисленный тип данных, который имел произвольную точность в СН. 1, но ограниченная точность в СМИ. СН.И.МФ 1 СМИ определяет сильно структурированные таблицы, которые используются для группировки экземпляров табличного объекта. Таблицы состоят из нуля и более строк, которые индексируются так, чтобы СН.И.МП мог получить или изменить целую строку одной команды JET, JET, NEXT или SET, SMIF 2 и структуру управляющей информацией. Вторая версия SMA описана в RFC 2578 и RFC 2579. Она улучшает и дополняет специфичные для SMIF 1 типы данных, такие как строки битов, сетевые адреса и счетчики. Битовые строки определены только в SMIF 2 и содержат нуль и более битов, определяющих значение. Сетевые адреса представляют собой адрес из определенного семейства протоколов. Счетчики неотрицательны целые числа, увеличивающиеся до тех пор, пока не достигнут максимального значения, после чего сбрасываются до нуля. В SMIF 1 был определен размер счетчиков 32 бит, а в SMIF 2 определены 32 и 64 битные счетчики. SMIF 2 также определяет модули информации, которые задают группу связанных определений. Есть три типа модуля информации. Модули MIB. Заявление о соответствии. Заявление о возможности. MIB модули содержат определение взаимосвязанных управляемых объектов. Заявление о соответствии предоставляет систематический способ описания группы управляемых объектов, которые должны быть реализованы в соответствии со стандартом. Заявление о возможности используется для указания точного уровня поддержки, который требует агент по отношению к группе MIB. NMS может регулировать его поведение по отношению к агентам в соответствии с заявлениями о возможностях, связанными и с каждым агентом. Обновление базы MIB. Базы MIB периодически обновляются, чтобы добавить новые функциональные возможности, устранить неясности и исправить недостатки. Эти изменения проводятся в соответствии с разделом 10 и RFC 2578. Примером базы MIB, которая была обновлена много раз, является важный набор объектов, который был первоначально определен в RFC 1213 и MIB 2. Эта MIB с тех пор была разделена и теперь может быть найдена в таких MIB, как RFC 4293. Management Information Base for the Internet Protocol, RFC 4022. Management Information Base for the Transmission Control Protocol, RFC 4113. Management Information Base for the User Datagram Protocol, RFC 2863. The Interface Group MIB и RFC 3418. Management Information Base for the Simple Network Management Protocol, индексы BAS MIB. Существует большое количество баз MIB, определенных как организациями по стандартизации, так и частными предприятиями и другими организациями. Базы MIB от ITF. Базы MIB содержатся в 318 RFC из первых 5000 RFC от ITF. Данный список, лишь малая часть написанных баз MIB SNM PSMI. RFC 1155 определяет структуру управляющей информации. MIB RFC 1156. Исторически сложилось, что используется с SAMU-T, не используется с SNMP. SNMP 2 SMI RFC 2578. Структуру управляющей информации. Версия 2. MIB 2 RFC 1213. База управляющей информации для сетевого управления в TCP IP. SNMP 2 MIB RFC 3418. База управляющей информации для SNMP. TCP MIB RFC 4022. База управляющей информации для TCP. UDP MIB RFC 4113. База управляющей информации для UDP IP MIB RFC 4293. База управляющей информации для IP. АИФ МАИБ, РФС 2863, группа интерфейсов МАИБ, базы МАИБ от АИИ, АИТФ и АИИ согласились передать базы МАИБ, связанные с работой АИИ и соответствующим рабочим группам в АИИ. Этот процесс еще не закончен и лишь малая часть его выполнена. Сетевой мост АИИ 802-1АП-2008 объединила связанные с сетевыми мостами РФС от АИИ и АИТФ 8 связанных баз с МАИБ.